Развивайте своё дело вместе с любимым каналом. В Турции продолжаются горячие дебаты по поводу запрета правительством продажи алкоголя на период локдауна с 29 апреля по 17 мая. Оппозиция обвиняет президента Риджепа Таипа Эртагана в том, что он пытается, цитата, «навязать свои исламские ценности государству с населением 83 миллиона человек». Возмущённые отреагировали на запрет в соцсетях, размещая посты с новым хэштегом «Не трогайте мой алкоголь». На днях ведущая оппозиционная газета Джум Хуриет опубликовала статью со скандальным заголовком «Исламо-фашизм достиг своего предела». В ней отмечается, что запрет на алкоголь – это не мера по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а лишь предлог, под которым правительство Эртагана пропагандирует теократию и шариат. «Они намерены установить фашистскую, религиозную, теократическую диктатуру. Они намерены навязывать каждому свой особый образ жизни. Здоровье человека – это проблема, которая должна волновать исключительно самого человека. Это не касается правительства. «Исламо-фашизм достиг своего предела, когда правительство решает, что люди могут пить, а чего пить нельзя», – сообщает «Голос Турции». Еще в декабре прошлого года, комментируя запрет на продажу спиртного во время локдауна в выходные, министр внутренних дел Турции Сулейман Сайлу указывал, что данная мера вполне логична. «Пьянство способствует нарушению социальной дистанции, следовательно, помогает распространению COVID-19. Наше решение соответствует научной точке зрения. Алкоголь снижает социальное дистанцирование. Некоторые западные страны делали во время пандемии то же самое». Как подчеркнул Сайлу, даже Всемирная организация здравоохранения в своих рекомендациях поощряла ограничения продажи алкоголя в пандемию. Таким образом, чиновник указал, что, запрещая продажу спиртного, Турция следует общей мировой практике. А что думаете по этому поводу вы? Поделитесь своим мнением в комментариях.